В 18 веке на полуостров Тамань высадились казаки. 30 июня 1792 года Екатерина II подписала указ войску черноморскому пожаловать казакам остров Панагория с землями между Кубанью и Азовским морем лежащими в вечное пользование. Тем же указом определялось, что войску черноморскому надлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских. Первая партия черноморцев в количестве 3247 человек прибыла из-за буга морем на Тамань 25 августа 1792 года. Первыми появились на грибной флотилии пешие черноморцы с артиллерией и заняли Таманский полуостров, охраняемый Кубанским корпусом. Их возглавляли полковник Савва Белый и войсковой судья бригадир Антон Головатый. В жаркий полдень 25 августа 1792 года часовой, ходивший по валу Фанагорейской крепости, заметил в Марьеве море со стороны обрывистых берегов Крыма множество парусов. Суда, ловя парусами боковой ветер, медленно приближались. С самого большого из них вдруг ударила пушка, и на мачту медленно пополз Андреевский флаг. А суда, спустя паруса и резко взмахнув веслами, стали подходить к пристани. И вот на обрывах Тамани запестрели толпы вооруженных людей в живописных одеждах. С удивлением смотрели местные на неведомых воинов, высадившихся на земли бывшего здесь в древности Тмутараканского княжества. В память об этом событии в 1911 году в центре станицы Тамань, рядом с морской пристанью, был возведен памятник запорожцам. Там, где выгнула русло река, как подкову у глинистой кручи, свиток царский был предкам раскручен и прочитан подгул тростника. Здесь границу держать, защищать от врагов и пшеницу сажать, и растить казаков. Получив разрешение на строительство города, казачья рада решает, в честь императрицы Екатерины Алексеевны воздвигнуть главный город Екатеринодар. Современное кубанское войско сегодня – это 554 казачьих общества, расположенных на территории Краснодарского края, республик Адыгея, Карачаева-Черкесия и Абхазия. Спасибо за внимание.